МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ. Киев готов пойти на любые условия, чтобы получить очередную финансовую помощь от Запада. Лидер так называемой радикальной партии Леклишко рассказал о надвигающейся экономической катастрофе. Правительство Украины считает договоренность с МВФ горькими лекарствами, которые должно принять общество, чтобы вылечиться от болезни. Так вот, я хочу поправить эти слова. На самом деле вы предлагаете народу смертельные лекарства. Я для Украины и украинских граждан. Напомним, миссия МВФ и власти Украины 18 мая достигли договоренности о продолжении финансовой помощи. Однако условия договора до недавнего момента оставались секретными. Ударными темпами в основании Крымского моста строителей вбили уже более тысячи свай. А их юбилейной стала призматическая опора в фундаменте железной дороги на Керченской стороне. Работы идут круглые сутки. На строительство занято более двух с половиной тысяч человек из разных регионов России, включая Краснодарский край, но и Республику Крым. С помощью специальных машин железобетонные столбы погружаются вертикально в почву. Геологические условия на этом участке Керченского берега наиболее благоприятны для строительства. Прочные грунты здесь залегают неглубоко, поэтому тысячную сваю погружают на 18 метров. Ежедневно по всей длине сооружения забивают десятки конструкций. Всего проектом предусмотрено строительство более семи тысяч свай. На Таманской стороне Буронобивны около 800, в зоне акватории острова Тузла металлические трубчатые более пяти с половиной тысяч свай. На участке Керченской стороны призматические сваи около тысячи. Крымский мост возводится одновременно на восьми участках. Для организации строительства создана вся необходимая инфраструктура. Подъездные пути, складские площадки, бетонные установки, вахтовые городки со стороны Керчи и Тамани. Я на Керченскую сторону. Мы с нуля разворачивали подготовительные работы. С нуля практически развивали инфраструктуру объекта. То есть мы построили бытовой городок, мы построили подъездные дороги, мы построили бетонное хозяйство, состоящее на сегодняшний день из двух бетонных заводов, которые выдают бетон. Сдать мост планируют в декабре 2018-го. Движение будет открыто в тестовом режиме. После окончания всех пусконаладочных работ и благоустройства территории объект ведут в эксплуатацию. Ольга Савенко, Время новостей. Ремонтировать дороги в Симферополе должны те же подрядчики, которые достойно показали себя. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с руководителем администрации города. Геннадий Бахарев рассказал о том, что уже сделано в столице и какие работы предстоит завершить до конца года. По его словам, ямочным ремонтом планируют охватить 69 улиц. И в первую очередь это коснется дорог, на которые сейчас больше всего жалуются горожане. Среди них центральные и проездные улицы, магистрали и спальные районы. Кроме того, городоначальник отметил, отдельные подрядчики частенько забывают о том, что за их работой пристально следят профильные службы. Некоторые подрядчики, скажем так, халатно отнеслись к тому, что нужно выполнять качественно дорожные работы. В том числе и то вот событие, скажу так, которое было на улице Караимской, где асфальт ложился в дождь. Это крайне недопустимо, в принципе, за что подрядчик наказан, больше он работать на территории города не будет. Все, кто в дождь, Геннадий Сергеевич, будет ложить вообще в лужи, будет кидать смолу и асфальт, это враги народа. Работать на территории и города, и республики Крым не должны. Я с вами совершенно согласен. И даже учредители в тех же компаниях, которые были, то есть в дальнейшем, то есть они не имеют права работать с бюджетом. Ну, хамство. В порядок планируют приводить не только дороги. Глава администрации Симферополя обещает с пользой потратить выделенные из бюджета Крыма деньги на санитарную очистку города. 100 миллионов рублей хватит, чтобы 185 улиц в столице наконец-то обрели достойный вид. Причем речь идет о полной механической уборке Симферополя. Газоны, подметание проезжей, подбордюрка, что у нас, тротуары, механизированы урны и, конечно, вывоз мусора из лучайкой сборки. То есть это полный формат уборки улиц. У нас, в принципе, такого в городе еще не было. В поисках нарушителей крымские налоговики начали проводить выездные проверки. Пять из них связаны с вопросами неуплаты в бюджет удержанного НДФЛ. Еще три комплексные выездные налоговые проверки. Подобные проверки назначаются, когда исчерпаны возможности для диалога между платильщиком и налоговым органом. При этом анализ ситуации показывает, что у налогоплательщика имеются высокие риски неуплаты налогов. Такие действия налоговой – эффективный механизм борьбы с нарушителями. В среднем по стране в результате одной проверки в бюджет до начисляется 10 миллионов рублей. Отечество перерастает молодежью. В Крымском федеральном университете стартовал межрегиональный форум студенческих объединений «Гражданская активация». Он посвящен проблемам патриотического воспитания, формирования национальной идеи, а также форумам реализации молодежных проектов. Подробнее о том, что будет обсуждать студенты из трех десятков регионов России в течение трех дней, узнавали наши корреспонденты. Работу форума «Гражданская активация» планируется организовать на основе трех крупных молодежных патриотических площадок. Это студенческий Столыпинский клуб, волонтеры Победы и Многонациональная Россия. Их участники, кстати, отмечают высокий уровень развития патриотического сознания на полуострове и даже изъявляют желание поучиться у крымчан. Очень развита военно-патриотическая работа. Патриотический сектор работает больше, чем у нас. И набраться опыта, узнать о каких-то новых мероприятиях, о том, как можно развивать эту сферу деятельности, как можно завлекать студентов в это направление. Эти слова подтверждают и крымские эксперты. Ведь полуострову действительно есть чем гордиться. «На территории полуострова два города-героя. Это Керчь и Севастополь. У нас каждый камень овеян русской славой и боли русской истории. И в этом отношении Крымский федеральный университет хранит эти традиции и развивает их». Тем не менее, другим регионам России тоже есть что предложить. К примеру, делегация из Уфы готова провести в своем вузе подобный патриотический форум. Но с одной особенностью. «Особенностью будет то, что к нам, мы надеемся, съедутся ребята, будущие молодые учителя. И мы вместе научимся работать со школьниками в рамках как раз патриотического воспитания». Для многих участников форума патриотическое воспитание подразумевает собой не только кропотливую работу с умами людей, но еще и собственные мысли и чувства. «Для меня это и некая личная история. Это история прежде всего моей семьи, потому что мы все более чувствительно, наверное, воспринимаем через наши какие-то истории личные. Это история моего деда, моей бабушки, деда, который являлся ветераном Великой Отечественной войны». Форум не остался без внимания и крымских политиков. Константин Бахарев считает, что такие площадки – это лучший способ для обмена опытом и укрепления дружеских взаимоотношений. «Форум в первую очередь даст возможность обменяться успешными практиками организации патриотической работы. А для крымчан к тому же возможность применить полученные здесь знания на практике и в целом вывести патриотическую работу в Республике Крым на качественно новый уровень». Форум продлится до 1 июня. Организаторы ожидают порядка 180 участников, представляющих 43 вуза из 32 регионов России. Эдуард Здоров, Александр Смычек. Время новостей. В ближайшие выходные Симферополь отметит 232 день рождения. Праздничные мероприятия продлятся три дня. Первым станет финал факельной эстафеты «Бег мира» и возложение цветов к вечному огню. Кроме того, запланирован день открытых дверей в Музее истории Симферополя. Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Юрием Айропетяном, силовое шоу «Богатырские игры» и мастер-класс по аргентинскому танго. Все подробности можно узнать на сайте администрации города. Выступление российских пилотажных авиагрупп пройдет в Севастополе 5 июня на закрытии всероссийского этапа состязаний «Авиадартс». Полуторачасовой показ состоится над площадью Нахимова. В авиашоу примут участие стрижи и русские витязи, липецкие летчики в составе авиагруппы «Соколы России», а также единственные в России мастера высшего пилотажа на боевых вертолетах Ми-28Н «Беркуты». Кроме того, в рамках «Авиадартса» жители и гости полуострова 3 и 4 июня смогут наблюдать под Феодосией зрелищные стрельбы на полигоне Чауда. В Евпатории в течение недели закончат благоустройство пляжей. Как сообщили в пресс-службе Горсовета, местные власти проверили выполнение условий победителями конкурса на лучший проект по благоустройству пляжей. По итогу в Евпатории уже устанавливают спасательные посты, медицинские пункты, туалеты и душевые кабины. В планах просеять песок и благоустроить подходы к пляжам. Кроме того, их оборудуют для людей с ограниченными физическими возможностями. Проливной дождь, густой туман, холод. В таких условиях в горах оказались грибники из-за лужды, отец и сын. Сотрудники МЧС искали их 14 часов. Спасательную операцию осложняли не только погодные условия, но и невозможность связаться по телефону с теми, кто заблудился. Шел проливной дождь, туман. Ограничена видимость в ночное время суток. Мы нашли пострадавших, доставили их к родственникам, передали. Они медицинской помощи не нуждались. Просто очень сильно замерзли. Во время поиска местных грибников спасатели также оказали помощь двум туристам из Симферополя, которые в тумане сбились с пути и заблудились в верховьях реки Малая Брульча. Сотрудники МЧС призывают жителей полуострова перед походом в горы обязательно регистрировать свою группу в службе спасения, сообщать близким предполагаемый маршрут. Туристы также обязательно должны иметь при себе заряженный телефон, карту, запас еды и воды, вещи по погоде, спички, фонарик желательно. В случае ЧП нужно немедленно набрать номер 101 или 010. Помнить своих героев в Ялте после реконструкции открылись сквер. На благоустроенной территории уложены дорожки из плитки, установлены скамейки, урны и клумбы. Также были высложены деревья и кустарники. Расположен сквер в районе автовокзала и носит имя гвардии полковника Джалиля Наджабова. Ранее здесь же ему был открыт монумент. Есть истины в жизни каждого человека, в жизни каждого поколения, которые неоспоримы, которые невозможно оспорить, переосмыслить, переформировать. Есть человек, есть великий человек, сын азербайджанского и русского народа, который совершил свой подвиг. И эта память должна быть вечно. И мы ее передадим своим детям, которые будут передавать ее дальше, с поколения в поколение. Джалиль Наджабов командовал 323-м горнострелковым полком, которому за освобождение города-курорта и за спасение исторических ценностей приказом верховного главнокомандующего было присвоено наименование Ялтинский. А в 1969 году полковнику присвоили звание почетный гражданин города Ялта. Также он был награжден орденом боевого красного знамени, медалями за боевые заслуги и за оборону Кавказа. Спустя уже более чем 70 лет в республике и по всей России продолжают ставить памятники воинам той Великой Отечественной войны. И историческая память, историческая справедливость продолжает восстанавливаться. И мы все с вами являемся участниками этого важного в современной истории процесса. Корреспонденты нашего телеканала продолжают следить за развитием событий на полуострове. Мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok